Водолазная школа Черноморского флота в Севастополе. 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 И, скажем так, задней частью боец упирается в задний упор. Водолазная школа Черноморского флота в Севастополе. Водолазная школа Черноморского флота в Севастополе. И одеваем катраны. Держит маска? Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Клапана. Стоим дышим. Так, 47. Начинающие боевые пловцы должны привыкнуть к новой для себя среди обитания. Быть, как рыба в воде. И при этом выполнять сложные боевые задачи. Первый удалас на грунте. Самочувствие хорошее. Второй на грунте самочувствие хорошее. Третий. Третий на грунте самочувствие хорошее. Профессиональные подводные диверсанты появились в первой половине 20 века в Италии. Капитан второго ранга, князь Валерий Боргезе, организовал специализированный отряд военных пловцов. Опыт именно этой школы позже использовали немцы, британцы и французы. Есть версия, что к гибели нашего линкора Новороссийска в бухте Севастополя в 1955 году были причастны итальянские боевые пловцы. Они могли отомстить Советскому Союзу за то, что этот корабль СССР получил в счет репарации от фашистской Италии. Его итальянское имя Юлий Цезарь. Что же тогда произошло? Или это халатность, или это недостаточно организованная охрана рейда, или это мина, которая была подложена еще во время нахождения на территории Италии корабля, или при передаче подложили адскую машину, а затем привели ее в действие. Могли быть и диверсанты. По одной из версий нашли погибшего пловца, человека-лягушку. В Великобритании диверсанты именно так назывались тогда. В районе Балаклавы мертвым уже погибшим после этой версии. Но еще такой немаловажный, наверное, факт, что в октябре 1911 года спущен был на воду Джулио Чезаре, и ровно через 45 лет произошла трагедия с Новороссийском. Еще до Великой Отечественной войны в стране Советов были попытки организовать подразделения боевых пловцов на Балтике и в Крыму. Но специальные силы ВМФ СССР были созданы по приказу министра обороны Георгия Жукова только в 1957 году. А натолкнул на такое решение один случай. В апреле 1956 года Никита Хрущев на крейсе Родженикидзе прибыл в Портсмунд, главную базу военно-морского флота Великобритании. Англичане решили испытать на прочность советскую систему охраны боевых кораблей. Они направили к крейсеру подводного диверсанта Лайонелла Крэба. По одной из версий разведчик должен был изучить уникальную систему винтов советского крейсера, по другой — устроить диверсию. Но бдительные часовые заметили подозрительное движение под водой. И как бы случайно на крейсере вдруг включили винты. Англичанин попал в мясорубку. После этого попыток подсмотреть из-под воды за советской эскадрой больше не было. Новый разведывательно-диверсионный отряд «Дельфин» был создан в 1970 году. ГРУ Генштаба СССР. Боевые пловцы готовились для операции против военно-морских баз иностранных государств. «Учебная тревога! Учебная тревога! Угроза нападения ПДСС! Корабль к ППДО приготовить!» «Учебная тревога! Угроза нападения ПДСС! Корабль к ППДО приготовить!» «Черное море. Наши дни». «Возраст на летание. Прием». Команда ракетного корабля «Суздалец» готовится к отражению атаки подводных диверсантов. «Установить дальность стрельбы 250 метров». Это противодиверсионная операция. В неспокойных акваториях, где присутствует наш российский флот, в случае тревоги за борт летят гранаты. Испытанное средство против подводных диверсантов. Их глушат, как рыбу. Отряды боевых пловцов, которые способны уничтожить любой вражеский корабль, есть в МФ России и сейчас. «Учитывая сложную международную обстановку, когда в Черное море все чаще заходят боевые корабли системы американской ПРО, наши специальные силы всегда должны находиться в полной боевой готовности». Служба боевых пловцов секретна, но кое-что нам показали. Учение подводного спецназа в Черном море. После того, как диверсант сумел обезвредить вражеского пловца, группа подбирается к кораблю и устанавливает мины. После выполнения боевой задачи главное — выбраться из бухты и отойти на безопасное расстояние от вражеского корабля. Причем сделать это надо незаметно. Еще у наших диверсантов на специальном полигоне проходят боевые стрельбы. Советские подводный автомат и пистолет считаются самым лучшим оружием для таких подразделений. Военное соперничество не прекращается ни на минуту. И сейчас наши потенциальные противники уделяют особое внимание развитию сил ВМС, в том числе подразделениям подводного спецназа. Количество боевых пловцов у блока НАТО не только не сокращается, а увеличивается. Подготовка их стала более изощренной, в том числе и за счет советских наработок. А ведь когда-то и наши боевые пловцы могли делать невозможные вещи. Перед ними стоят очень серьезные задачи сегодня. И, к сожалению, у меня такое впечатление складывается, что государство и командование наше недооценивает значение отрядов ПДСС, которые призваны защищать главные военно-морские базы Российской Федерации, в том числе и за границей. Надо сказать, что советские подводные диверсанты входили в пятерку наиболее подготовленных специалистов в ведении подводной войны в период холодной войны. Наши ребята не один раз, десяток раз выходили несанкционированно на территорию чужого государства для упорнения боевых задач. Сколько они выходили на территорию национального государства, мало кто знает. Для боевых, высокоподводных диверсантов у нас разработаны специальные парашюты, с которыми не прыгает ни «Альфа», ни воздушный десант, а прыгают только наши водолазы-разведчики, как их называли тогда, в 50-х, 60-х. Человек-легенда Юрий Иванович Плеченко. Он много лет командовал отрядом борьбы с подводными силами и средствами. В середине 60-х, будучи лейтенантом, он оказался на шестидневной арабо-израильской войне. Стояли мы в сирийском порту Латакия. Была получена радиограмма о том, что в штабе Израиля принято решение уничтожить корабли, стоящие в арабских портах. Мы понимали, что уничтожить все корабли невозможно, но нанести хотя бы повреждения одному – это таком реально. Я тогда был командиром миноторпедной боевой части корабля. И это как раз возглавлялась задача борьбы с подводными диверсантами. Вдруг с одного из транспорта получаем семафор. Обнаружил подводного диверсанта. Ну, здесь уже было ни до какой маскировки, ничего. Значит, морская пехота, которая находилась в трюме, судно была на берег, порт отцепили, гранаты полетели в воду. Вот. И так мы воевали до 4 утра. Естественно, никаких подводных диверсантов не всплыло. Вот. Но нервы потрепали. В те годы создавалось и знаменитое подводное оружие диверсантов, которым пользуются до сих пор. Юрий Иванович в этом участвовал. С самого начала я участвовал, тема называлась «Моруж» – морское оружие. Первоначально, ведь никто не знал, а как. Плотность совершенно другая. Был обнаружен такой эффект кавитации. При определенной скорости вода вокруг пули начинает кавитировать, образовывается такой газовый мешок. И пуля идет в газовом мешке, то есть она как в воздухе. Об одной истории этот командир боевых пловцов рассказывает подробно. Во время войны в Анголе в 70-80-е годы южноафриканский «Командос» взорвали три корабля – два советских и один кубинский. Юрий Иванович в то время находился в Никарагуа, обучая подводных пловцов. Его срочно вызвали в Москву, дали несколько часов на сбор боевой группы и отправили в Анголу. «Звонок, в субботу, начальник штаба флота говорит, я не знаю, что ты там делал в Никарагуа, но сейчас тебе надо лететь в Анголу, задачу тебе поставят в Москве». «Значит, через 15 минут должен был состав группы». «Так как это через границу, оружие нам с собой брать нельзя было. Поэтому мы прилетели без оружия, а дальше подошел корабль Северного флота, который, в принципе, оттуда мы получили подводные пистолеты для самообороны. Я поставил своим ребятам задачу – собрать на дне все осколки, которые остались. Из этих осколков я лепил, что же это за мина, как она состоит. И, значит, самое основное – я определил прибор неизвлекаемости. То есть, что мину просто снять нельзя, она взорвется, если ее попытаться снять. Для обезврежения таких мин у нас были рекомендации разработаны еще раньше. Но когда я их начал изучать, что эти мины уже свои конструктивно были предусмотрены, что этих всех приемов применить нельзя. В конце концов, решил задачу одну – контр-взрывом, мину отбил от борта, она отлетела. Но предварительно, чтобы не повредить суда, мы поставили с внутренней стороны бетонные подушки». Группа состояла из трех офицеров. Все получили по ордену Красной Звезды. А матросы и мичманы были награждены медалями за отличие в воинской службе. Сегодня отряды подводного спецназа по-прежнему несут боевое дежурство на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанских флотах. В этом году состоится встреча глав государств Азиатско-Тихоокеанского бассейна на острове Русский. Саммит требует повышенных мер безопасности. В наше неспокойное время возможны любые провокации, в том числе и с помощью подводных диверсантов. Поэтому подразделения боевых пловцов ВМФ России, выполняющие задачи защиты флота и портов, сегодня нуждаются в серьезной государственной поддержке. «Потеряно все то, что было наработано. Значит, в России две беды. Дороги мало влияют на боевую готовность отряда специального назначения. А встреча с другой бедой – это катастрофа. А штатные мероприятия всегда плохо сказываются на боевой готовности отряда специального назначения. А последние, когда приводили в новый облик, это вообще не продумано. Люди, которые имели богатейший опыт работы под водой во всех широтах Мирового океана, ушли. И теперь, чтобы на их место привезти настоящих специалистов, требуется не один год. Не продумано, вот, знаете, такой институт Мичманов и ликвидировали. А все инструктора, все это бельже Мичмана. Ее ликвидировали, люди, естественно, ушли. Техники, прямо скажу, та старая уже донашивает свои сроки, новая не поставляется, а новых разработок вообще нет. Вот я посетил два военно-морских салона в Санкт-Петербурге, которые идут. Так я посмотрел, разработок водолазной техники нет. Настоящий, хороший. Ведь аппарат, которым мы сейчас работаем, разработка 1971 года. Но здесь еще определенные сложности. Этот аппарат имел специальные регенеративные пластины, которые производство прекратилось в России. То есть сейчас их для перезарядки надо засыпать специальным веществом, просеять его, продуть воздухом. Раньше кассета вынималась, кассета вставлялась, и аппарат это самое. То есть серьезно никто там считает, это что-то такое. И выше военно-политическое руководство забыло аксиому спецназа. Что ее создают не тогда, когда он понадобился, а гораздо раньше. Потому что на ее создание требуется довольно солидное время. Ну, такая, обидно за державу, так я скажу. Отрядов этих в военно-морском флоте осталось мало. Если раньше, я говорю, было на северном флоте, их только семь. На Дальнем Востоке девять. То сейчас по одному осталось. В странах НАТО создан огромный резерв для пополнения школ ВМС и спецподразделений боевых пловцов. Только спортсменов, подводников насчитывается около 500 тысяч человек. Это целая армия. В России специализированы школы подводного плавания единицы. Созданный в СССР потенциал спортивного подводного плавания за последние 20 лет был практически утрачен. Но у нас есть еще люди, которые могут возродить систему обучения подводному плаванию. Для этого нужна только воля. Уровень физической подготовки, морально-психологической подготовки и идеологической подготовки диктуется как раз невероятно тяжелыми условиями, в которых эти люди выполняют боевую задачу. Ну, как можно определить боевые условия? Я буду очень краток. На сегодняшний день всего 2-3 хорошо подготовленных человека способны вывести целые регионы стран, вероятного противника, из строя. Всего 3-4 подводных диверсанта. С чем это связано? Я просто пример привожу. Привезу один единственный. С огромной территории, в том числе Японии, СССР, Америки и Англии, они находятся ниже уровня океана. То есть они отгораживаются дамбами. Уничтожение этих дамб способно привести к катастрофе в целом регионе отдельной той или иной страны, вероятного противника, так как под воду идут военно-промышленные комплексы, под воду идут предприятия, будет нарушена система обеспечения этих регионов. Я повторяю, 3-4 человека. А для того, чтобы они выполнили эту задачу, естественно, должна быть очень-очень серьезная подготовка. Иногда один боец спецназа может решить задачу целой армии. Последние события в Ливии, Сирии и других странах показали, как хорошо обученный спецназ может привести к хаосу целые государства. Об этом в следующем фильме. «Диверсанты. Часть вторая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова